Слухи Праздник начинается сейчас Можно окопаться и не верить в свет Ящик вас пугает каждый час А я устал бояться, страха больше нет Праздник начинается сейчас Праздник начинается сейчас И твоя дорога, и твой родимый дом И свет, который никогда не гас И частичка Бога, все в тебе самой Праздник начинается сейчас Праздник начинается сейчас Тема сегодняшнего занятия Это медитация Как мы рассвечиваемся Что мы пытаемся сделать По поводу рассвечивания И какой свет должен быть Но прежде всего должна сказать, что Наверное, исключением из всего нашего тела Является солнечное сплетение Практически это орган Ну если его можно назвать органом Который на физическом плане Так же как манипура Является центром распределения энергии И не просто энергии А жизненных энергий То есть жизнь распространяется Именно в этом месте И жизненная энергия Свет жизни Солнечный Просто солнечный Никакой другой Ни любовь Ни там Ум, разум синий Ни истина голубая Кстати, истина не такая уж и голубая Она синяя все-таки Я бы даже сказала Зеленоватая Анжела, ты зачем закрылась? Вот Нет Жизнь все равно солнечная И знаете, когда Наши предки говорили Не пожалеем живота своего Они имели в виду Именно жизнь Это потом уже стали говорить о том Что Там Голову с плеч Еще как-то Жизненные силы Находятся Здесь В манипуре Это важно понять Потому что Когда вы начинаете Рассвечиваться Вы прежде всего должны Помнить о солнышке Не о чем-то другом Просто Только О солнышке Уже потом Когда вы станете Мастерами Вы будете Применять Все другие цвета Ну Ну или не мастерами Но хотя бы Как-то Вы уже Чему-то научитесь Вы будете Применять Другие цвета Но сначала давайте Говорить Все-таки О манипуре О том Где Вам вдохнули Свет Жизнь Так вот Солнечный свет Это значит В нас В нашем Солнечном Сплетении В нашей Манипуре Или скажем так В нас Насквозь Проходит Солнышко В каждой Нашей клетке Соответственно Имея в виду Опыт Или теорию Микро и макрокосма Значит В каждой Нашей клетке Тоже Есть Солнышко Рассвечиваться Можно Любым Способом Какой Вам Удобнее Например Вы можете Представить Себе Что вы видите Клетки И вы их Просто Зажигаете Одну Вторую Десяток Два Три И сразу Вот зажглись Все-все-все Клеточки Солнышком Изнутри У них Светится Солнышко Это один Из самых Простых Способов Не забывайте Что у вас Есть не только Грудь И живот Но у вас Есть еще И руки Ноги Голова Спина Тоже Между прочим Есть другой Способ Рассвечиваться Это Это Когда вы Представляете Себя Маленький Маленький Такой Маленький Маленький Дюймовочкой Шесть Сантиметров Шесть сантиметров Есть один Момент Который Надо не забывать Никогда Вы Не должны Противопоставлять Себя Свету То есть Вы всегда Должны Помнить Что вы Состоите Из света Больше Ничего Ничего Другого У вас Нет Вы Просто Светлое Существо Состоящее Свет Конечно У вас Есть Плоть И Кровь Но Плоть Это Собственно Говоря Вода Те самые 80% Воды Эта Плоть Она Конечно Имеет Негативные Записи Она Имеет Все Записи Которые Вы сумели Сделать По жизни И То что Вам Напомнит Которые У вас Были Ваша Плоть Но Тем не Менее Вот Эта Плоть Она Сама Состоит Из Света Это Тоже Надо Помнить Что Воздух Это Тот Свет Который Мы Имеем Вокруг Та Среда Обитания В которой Мы Живем Воздух Этот Воздух Если Его Немножко Уплотнить Получится Вода Вот У нас Тело Состоит Из Уплотненной Воды Конечно Она Вся Пронизана Еще И Кровью Но Тем не Менее 80% От Того Что Есть Вот И Когда Вы Себе Представляете Что Вы Состоите Из Света Это Несет За Собой Очень Много Всего Во Первых Вы Перестаете Противопоставлять Себя Этому Самому Свету Вы Вы Сним Одной Крови Вы И Он Как Маугли Помните Огонь Брал Во 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 Вы Не Наполняетесь Светом Как Кувшин Водой А Свет Проходит Через Вас Он Струится Через Вас Вы Пронизаны Светом Да У Вас Есть Источник Света Это Дух Который Стоит За Вами И Который В Вас Вводит Этот Самый Свет Он Частично Входит В Ваше Тело Дух Он Является Этим Самым Источником А Все Остальное Пронизывается Этим Светом И Вот Представьте Что Вы Вошли В этот Самый Свет Маленькое Маленькое Свет Вокруг Вас Свет В Вас Но Вы То При этом Сидите На этом Стуле Это Никто Другой Как Вы И Вот Ваш Масштаб Возвращен Тем Не Менее Вы Та Самая Маленькая Маленькая Одновременно Большая Большая Которая Сидит На Стуле И Которая Вся Рассвечена Вся В свету В манипуре Потому что Маленькая Или Большая Дух Намного Больше Нас И Света Хватит Уверяю Вас На то Чтобы Засветить Вас В любой Точке Вашего Тела Если Вы Видите Что Где-то Свет Проходит Плохо Где-то Есть Какие-то Препятствия Значит Вы просто Пытаетесь Направить Туда Свет Вы Вы Делаете Усилия Вы Тем Самым Даете Понять Своему Духу Что Вы Согласны На то Чтобы Он Сделал Определенные Движения И он Делает Вы Начинаете Работать Вместе Находясь В медитации Мы Мы Имеем Разные Переживания Мы Кто-то Что-то Слышит Кто-то Что-то Видит Кто-то Что-то Чувствует Все По-разному Но Тем Не Менее Разные Переживания Разное Сознание Присутствует Отмахиваться От них Нет смысла Вы Не Всегда Их Понимаете Сразу Если Вас Тревожит Или Непонятно То Что Вы Услышали Или Поняли Придите Скажите Я Всегда Отвечу Это Важно Потому Что Это С Вами Разговаривает Вас Дух Значит Еще Можно Понимая Что Еще Способ Понимая Что У вас В Мунипуре Находится Цвет Этот Цвет Просто Протягивать По всему Телу Вверх И Вниз То Есть Лучик Направлять Туда И Сюда И Как Б Фиксировать Что У вас Везде Вот Это Солнышко Закрепилось Как Струю Еще Еще Один Способ И Еще Один Способ Вот Мы Совсем Недавно Начали Его Практиковать Можно Дышать Спиной Просто Нос Попыт Попытайтесь Попытайтесь Поучитесь Дышать Спиной Ну Скажем Кто 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 Хочет Чтобы Вы Поменяли Качество Тела Как Раз Не К Тому Чтобы Держать Спортивную Форму А Наоборот Расслабить Тело Убрать Мускулы Стать Как Можно Более Ну Я не знаю Дряблыми Что Ли Вы Скажете Что Ну Как Же Тогда Жить Мы Все Так Не Те Пенсионеры И Как То Совсем Не Хочется Выглядеть Черт И Как Вы Не Будете Выглядеть Плохо Потому Что Свет Потом Подбирать Начинает Тело Вот Буквально Подбирать Вот Это Качество Меняется И Тело Становится Другим Все Так Красиво Красиво Вот Ничего Этого Не Будет Вы Видели Когда Нибудь Младенцев Конечно Видели Вы Когда Нибудь Видели Что У Младенцев Были Наканченные Мускулы Но Конечно Этого Не Бывает Но И Дряблыми Их Не Назовешь У них Все Пронизано Светом И Это То Самое Тело Которое Хочется Целовать 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 Вообще То Ну А Сил В Этом Теле Намного Больше Чем В Теле Взрослого Человека Вообще Вот И Мы Станем Примерно Такими же Только Конечно Не Такими Конечно Это Будет Все Равно Что Другое Потому Что Мы Будем Светиться Вот Это По Поводу Медитации Я Не Знаю Может Быть Я Недостаточно Понятно Рассказала Или Может Вы Хотите Что-то Чтоб Я Еще Что-то Дополнила Марин Ты Поняла Все Что Я Сказала Не Не Мне Надо Писать Писать Кстати И Вопросы Вы Теперь Будете Писать Потому Что По Другому Не Получается А Можешь Кивнуть Если Просто Поняла Вот Вопросы Тоже Надо Писать Потому Что Я Должна Сама Озвучивать Ваши Вопросы Иначе Получается Очень Некачественная Запись И Нам В прошлый Раз Пришлось Из Трех Записей Собирать Одну В технике Безопасности А Это Немышленная Вещь Это Очень Долго И Муторно Леша Вон Целый День Этому Посветил Рабочий Марин Так Ты Поняла А Ты Пишешь Да Пишешь Вот Нил Галь Может быть Я что-то Ещё Не Это Самое Подумайте Может Я забыла Ань Анжел Анжел Я тебя удовлетворила Вполне Ань А ты Всё Поняла Не Надо Говорить Словами Всё Поняла Так Марина Тут Письмо Написала Сейчас Смотрю Подробнее Продышать Спиной Ну Точно Так Как Ты Дышишь Носом Ты Просто Представляешь Что У тебя Воздух Идёт Со Спины И Ты Дышишь Спиной Как Носом Вдыхай Вот Прям Сейчас Вдыхай Ну Получается Не Зажимай Вдыхай Расслабь Спину И Вдыхай Нормально Значит Ребят Особенно Хочу Сказать Что Есть Такая Вещь Многие Дышат Макушкой А Есть Ещё Особо Одарённые Которые Дышат Пятками Стопами Но Должна Вам Сказать Что Стопы Находятся У нас На краю Рая Если Мы Сами По себе Живём В раю В духе То Стопы Это Последняя Черта Которая Отделяет Нас От Ада Если Вы Начинаете Дышать Пятками Стопами То Значит Вы Дышите Адом Тогда Приготовьтесь К Всем Последствиям Которые У Вас Будут С Этим Связаны То есть Вы просто Свихнётесь Достаточно Быстро Вот Ну а Макушки Дышать Макушками Тоже Я Не выходить Из макушки Не дышать Макушкой Я Не разрешаю Своим Ученикам Потому что И то И другое Это Неправильно Дышать Макушкой Не имеет Смысла Потому что Это значит Что Вы Вдыхаете Что Фиолетовый Цвет То есть Вы вдыхаете Красную Энергию Но С другого Конца Потому что Фиолетовым Цветом Случается Фиолетовый Цвет Случается На макушке Из-за того Что там Расположены Кровеносные Сосуды И Нейроны Вот Совокупность Этого Дает Фиолетовый Цвет И Дышать Этим Это значит Забить себе Голову Еще Больше Если Она Еще Не Достаточно Тупа Значит Этим Делать Этого Делать Не стоит Нельзя Просто И Еще Я Отдельно Хочу Остановиться На одном Вопросе Зачем Тогда Собственно Говоря Нужна Школа Йоги Зачем Нужна Я Почему Я Все равно Медитирую Со своими Начинаю С того Что я Медитирую 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 Какое-то Время Со своими Ребятами Прежде чем Разрешаем Заниматься Медитацией Сами Если Бо У нас Была У вас Если бы У вас Было Достаточно Жизненных Сил Для того Чтобы Самим Пройти И Стать Действительно Светоносными Все было бы Гораздо Проще В том Могу Расслабиться Манипура Зажата Настолько Что Там Не то Что Там Жизненные Силы А как бы Не помереть Настолько Обычно Обычно Это Идет Рука Об Руку С больной Печенкой С больной Поджелудочной Больными Почками Все что Находится Вокруг Манипура Иногда Вот Вроде Ничего Не болит Человек Приходит И удивляется Когда Я говорю Слушай У тебя Ведь Почки Больные Нет У меня Ничего Не болит В результате Оказывается Что Огромное Количество Красноты Просто И Вот Эта Краснота Она Не дает Возможности Человеку Чувствовать Что У него Болит Вот Этот Сниженный Порог Или Наоборот Повышенный Порог Чувствительности Он Играет Своё Нехорошее Дело Люди Считают Что Они Здоровы Долгое Время А Им Давно Давно Пора Лечиться Да Картина Маслом Вот Разные Бывают Варианты Абсолютно Разные Но Если бы У нас У каждого Из вас Было Достаточно Жизненных Сил Вы Были бы Здоровы Просто Реально Здоровы Не Придумывали Что Что У вас Ничего Не Болит Не Отбрыкивались Не Отмахивались От своих Проблем А Реально Здоровы Были бы А Но Иногда Для Для Этого Нужен Месяц А Иногда И Полгода Это Зависит От тех Проблем Которые Есть У Каждого Конкретного Человека Но Если Вы Мне Скажете Что Нет У Меня Проблем Но Я Вам Простите Не Поверю Мы Живем В Трехмерном Дискретном Мире Мы Живем В Мире Где Огромное Количество Негативов И Если Мне Кто Скажет Что За Всю Жизнь Не Поставил Себе Ни Одной Царапин Ни Одного Синяка Что Ни Разу В жизни Ни На Кого Не Обиделся И Не Разозлился То Я В Это Просто Не Поверю Если Взрослый Человек Скажет Что Он Никогда Не Имел Никаких Половых Связей Я Тоже Не Поверю А Это Все Негативы Которые Складываются На Стам Сям Или Наоборот Если Скажет Что Вот У Меня Все Хорошо И Все Достаточно А на Сам Деле Я Только Вот В 40 Лет Ни Разы И Никого И Не Было Это Тоже Все Равно Плохо То То Понимаете Мы Устроены Так Что Негативы Это Неотъемлемая Часть Нашей Прошлой Жизни Прошлой Жизни Я имею Ввиду Жизни Когда Мы Были Довольны Своей Вот Этой Трехмерной Действительностью Когда Мы Считали Что Она Единственная И Собственно Говоря Сейчас Речь То Идет О том Что Мы Просто Выбираемся Из нее А Если Мы Жили И Набрали Вот Такое Количество Негативов Которые Набрали Которые Вот Просто Видно На лице Которые Просто Заставляют Утром Думать О том Что Если Что-то Болит Знач Я Живой То Ну Наверное Стоит Еще Взять Дополнительные Силы Которые Вам Помогут Все-таки Выйти Из этого Состояния По Крайней Мере Я Не Видела Ну Может Это Я Конечно Ни Одного Человека Который Бо Сам Смог Нет Видела Я Взятку Смотрю Но Это И Все Который Бо Смог Сам Преодолеть Вот Это Ну Простите У меня Аура Солнечная Тут Ничего Не Сделаешь А я Еще Пока На самом Деле Больше Не Встречал Человека Солнечной Аурой Вот Так что То что мы Делаем То что Я Рассказываю Вот это Все Способы Медитации Они Безобидные Достаточно Они Не Приносят Вреда Но Если Вы Вдруг Поймете Что Для Вас Это Не Работает Это Вовсе Не Потому Что Методика Плохая Это Потому Что У Вас Не Хватает Сил И Есть Еще Один Выход Вариант Приходите Просто Приходите Вот так Я не знаю По-моему Я все Сказала Да Вопросы Есть Вопросы Я так Понимаю Куда Приходить В школу К нам К нам Приходить Тоже Пришла Маринка Тоже Пощадите Тихо Если Нет Вопросов Значит Давайте Мы На сегодня Закончим Видите Как мы Хорошо Уважились Хорошая Тема Маленькая Оказалась Я Не знаю Какая Тема Будет Следующая В следующий Понедельник Я думаю Что Эту Тему Мы Поимеем Поближе К Выходным Если У вас Есть Какие Мысли По Этому Поводу Скажите Таня Я Еще Сегодня Говорила Что Если Ты Хочешь Что Спроси